Часто ли у вас финансы поют, романцы? Ну, 95% жителей города Магнитогорска, они не поют, не распевают, и сиренады в том числе. Потому что денег всегда не хватает, средняя зарплата у нас еще не дотягивает до уровня средней заработной платы Соединенных Штатов Америки. А в ломбарды мы ходим и микрокредитуемся, буквально сотового телефона. Только в ломбардах процентная ставка, ну, скажем так, достаточно высока. И в ломбардах принимается, извините, только золото. Теперь куда обратиться? Что касается банковской сферы, то она не то что хромает, она галлопирует. Причем падая поочередно то на одну, то на вторую, то на третью, то на четвертую ногу. И при этом еще ударяясь головой. Это я про банки Северная Казна и еще кое-какие, в том числе и про Сбербанк. Потому что мы деньги платим, а они тупят. Ну ладно, сегодня не про банки и не про ломбарды, сегодня про систему микрокредитования. Да, вот здесь на Карла Маркса 95 вам могут дать деньги. И деньги немалые. Ну, разумеется, под залог. Потому что, во-первых, вы должны сами понимать, что ничего бесплатно не бывает. Во-вторых, опять же, вы же должны понимать, что возможность путешествовать, возможность приобретать и жить в долг, это неплохая возможность, когда она такая и возможность есть. Поэтому приходим сюда, заполняем бумаги, берем необходимое количество денег, потом честно расплачиваемся, берем еще. А можно и еще взять. И одновременно. И в итоге, такие неприятные вещи, которые иногда случаются, как то просроченная кредитная задолженность где-то, может быстро, очень легко быть ликвидирована. А еще есть приятные моменты, как то, допустим, отдых, он тоже реализуется здесь. Бизнес в России в большинстве случаев, а точнее бизнес образца 21 века, развивался не на свои, а на заемные деньги. И тут чехарду, что творится сейчас, и не только для бизнесменов, но и для населения, инициировала не Америка, а банки, которые вас зазывают вкладами, суля типа бешеные проценты. И вот тут арифметика проста. Да, мы брали под 40% годовых со скрытыми комиссиями. В то время, когда банки кредитовались в государстве, где ставка рефинансирования была 5,25%. Это я не про Россию, естественно. Сейчас там ставка рефинансирования меньше процента. Вот только деньги даются своим и на развитие своего американского потребительского спроса. Да, и засада в сфере российского кредитования началась в Акурат год как назад, когда все банки, объединившись в телефонно-агентурную сеть СБшников, стали отказывать в кредитах предприятия. Сейчас они кредитку дают, но под 50-60% годовых. И только чистым клиентам. А где взять таких, если 99% предприятий уже имеют просроченные задолженности? Или ненагрядная налоговая хоть раз у них арестовывала счета? Кстати, бизнесменам Магнитогорска, бизнесменам 21 века, памятник ставить надо уже сейчас. Потому как большинство предприятий народ на улицу не вышвырнули. Да, проблем стало больше, но есть и способы решения. Как-то микрокредитование. Конечно, сейчас надо знать, сколько надо денег и в каком количестве. Конечно, надо понимать, какой автомобиль вам необходим и обратиться к опыту Америки. Там средний возраст авто – это 13 лет. И, конечно, ни в коем случае себя не стоит ограничивать в вещах приятных, как то в возможностях путешествовать. Что-то мы как-то все привыкли и нас разбаловали летать из Магнитогорска. Но ведь не надо ограничиваться только Турцией, если другие замечательные страны. Есть, бесспорно, также есть вылеты из Уфы, даже Европа, есть Египет. Очень много стран, очень много выборов, я не знаю. Почему-то сразу тенденция такая, что у нас есть только Турция и только Магнитогорск. Людям так нравится или, возможно, люди многого не знают, вот и все. Ну, давайте людям расскажем, что то, что они пьют в All-Inclusive, стоит, в общем, небольших денег в обычном супермаркете турецком. То есть, ну, Мартели и Кондратью – это вам в сказках. В основном All-Inclusive – это… Ну, да, есть такой анекдот, что мужчина собирается из Турции улетать, уже выходит на балкон, потягивается, говорит, «У, а тут еще и море есть». Да, это непосредственно много про All-Inclusive. Ну, давайте еще скажем про то, что, допустим, Турция в июле, и в августе – это жарковато, честно говоря, да? Июль-август? Ну, это считается самым пик сезона даже у нас на Черном море. А если смотреть в Среднеземном море, либо Марморис, да, там сравнительно уже такая температура, не каждый выдержит. Плюс еще повышенная влажность. А куда можно поехать в этот момент? В этот момент Европа. Очень хорошая Европа, Испания, Италия, Франция, Адриатическое море Черногория, например. А цены? Цены? Цены не кусаются абсолютно. Так как сейчас, если смотреть, что даже поднялся еврокурс, ну, все понимают, что кризис ценой сбавляет. А также существует раннее бронирование, при котором можно забронировать по очень даже выгодной цене. И все-таки, раз цены кусаются, раз денег не хватает, можно ли каким-то образом помочь людям на отдых взять денежки, допустим? Да, у нас же центр туризма и микрофинансирования, поэтому мы проводим займы. Люди приходят, выбирают тур, который им нужно, смотрят на стоимость тура и могут взять непосредственно не так, как в кредит, именно цену путевки, а мы понимаем, что нужно с собой что-то еще взять, отдохнуть, что-то прикупить родственникам в подарок. Можно взять сумму большую, чем путевка, ехать отдыхать. Из тех наблюдений, что привез из-за границы. Только мы потрошим All Inclusive до упора. Только сумки русских туристов самые толстые. Только наши туристы буксуют на стойке регистрации. И только магнитогорские туристы с упорством маньяков в десятый раз летят в Турцию. Пятый раз в Египет из Магнитогорска, заранее переплачивая 300 долларов за никакой чартер и никакую, а точнее отсутствующую дьюти-фри. Один мой московский друг как-то рассказал, что его приятель, просто забив на год на весь бизнес кредиты и т.д. и т.п., за 10 тысяч долларов в год по спецам не вылазил из-за границы. Благоразумно беря поездки с питанием. И они в среднем ему обходились в 350 долларов. Остальные 650 за две недели за границей потратить нереально. Это же можете сделать и вы. Важно желание путешествовать. Видеть мир и возможность доехать до Москвы, Екатеринбурга. Это вы в первую поездку познакомитесь и подружитесь с местным населением. А затем можно и с пересадкой на тамошних бюджетниках мотаться. А это будет еще дешевле. Кстати, будете в центре Алании, посмотрите на цену номеров гостиницы. Так вот, просто приехав без путевки, можно с комфортом поселиться в номере за 300 рублей в сутки. Это я уже перевел из местной валюты в наши деревянные. Так что, обратившись к профессионалам в Центр туризма и микрофинансирования, вопрос с отдыхом, не таким, как у всех, можно решить легко. То, что на телевидении работают не всегда честные люди, имеет место быть. То, что на телевидении рассказывают сказки, тоже имеет место быть. Ну, так вот, рассказываю сказку от Челяликина Алексея. Не самого честного человека. Все те зарубежные поездки, типа командировки, в большинстве случаев оплачивались из моего собственного кармана. В этом кармане сейчас денег не очень много. Ну, это временное явление. Тем более, что когда-то мы задавали вопрос, а как насчет вот этих самых зарубежных поездок, чтобы все было включено. Сейчас это можно сделать. Мы не торопились и медленно, по капельке, анкетировали городские туристические фирмы. Ну, теперь анкетирование завершено, и мы отправляемся в Хургаду вместе с Центром туризма и микрофинансирования. Деньги на поездку берем, опять же, здесь же.